Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем праздник Ханука, продолжается недельная глава Микец. Написали мудрецы, что в мире все очень уравновешено, даже философские мировоззрения сбалансированы. Один смотрит на мир как на бесподобный шедевр божественного творения, видит руку Творца в каждой травинке и удивляется. Любое событие у него гармонично укладывается в тот сюжет потрясающей пьесы глобальные, которые он видит. Для другого в жизни это бессмысленная стихия, набор случайностей. Какой взгляд нам ближе? Каждый выбирает в этом мире сам. Только нам дано видеть в мире порядок или безнадежный хаос. Как получится? Бог создал это равновесие мнений, чтобы мы могли воспользоваться свободой выбора. Если бы рука Бога была слишком видна, вот утром просыпаешься, там видишь, сидит Бог, он нам показывает тебе, ты все, мы превратились бы в придворных лакеев, застывшим в смиренном покрылоне и ждали бы. А если бы Бог лишил нас всех признаков присутствия, мы впали бы в отчаяние и отдалились бы от всего и были бы в потоке жизни ни на что не надеялись. Поэтому существуют чудеса и существуют праздники, что мы увидели, разглядели руку Бога. В этой недельной главе что сказано? И послал фараон позвать Йосева и вывели его поспешно из ямы. А что за поспешность такая? Отсидел 10 лет, еще два года ему потом добавили за заступничество винодельца, это винотерпие. Что за спешка? Ну еще три минуты. Поспешность может быть и даже не всегда нужна, но написано, что это система. Бог очень спешит, когда выручает нас из беды. Это написал Сфорно еще в 15 веке в Италии. Таков излюбленный прием Творца. Когда приходит спасение, ни одного промедления уже нет. Событие развивается с головокружительной быстротой, в точном соответствии с пророчеством Ишаягу. Ибо спасение придет скоро. Так было когда в Египте, когда пробил час исхода, просто все в минуту. И то же самое случится написано, вот в наше время уже в мессианскую эпоху и придет внезапно хозяин свой храм. Именно внезапно, не успеешь моргнуть взглядом, поэтому спасение моментально Всевышний не задержит его. В чем смысл описанной истории Иосифа, полное преодоление страданий? Чтобы нас вдохновила она его потомков, надо вдуматься и сказать, что как бы не сгущалась тьма, как бы сложно нам все не казалось в жизни, какой бы беспросветной не казалось, все равно в конце концов приходит свет и рассеивает тьму, и любой, говорили мудрецы, любой тьме приходит конец. Смотрись в хануку. А что здесь у нас Микец был? И было в конце двух лет, ворону приснился сон. Почему наша недельная глава повествует об освобождении Иосифа из египетской вот этой темницы, а пишет слово в конце? Для того, чтобы научить нас, чтобы любой тьме приходит конец. И так говорит Всевышний, напишет, сам положит конец смен. Сейчас вот творится такое на улице, все. Вы думаете, что это новое? Просто посмотрите историю. Возьмите каждый год заложники, эти бесконечные террористы. 1979 год, 4 ноября. Группа студентов в Иране захватывает посольство США. 444 дня сидели заложники. Это все было. Мы сейчас просто вот так чуть-чуть высвечивается, и мы видим все те же самые события. В хасидских книгах свет свечи, вот свет свечи, это самый близкий написан к духу, символ мире. Потому что свет самое духовное творение в мире. Обратите внимание на такой замечательный факт. Огонь единственное бесконечное создание, которое не уменьшается, когда от него часть берет. Любое творение в мире, любое по своей природе ограничено. Поэтому если мы у него что-то возьмем, ему будет уменьшиться. Если я беру там 100 шекелей, даю ребенку 50, на хану когел, то у него будет 50, у меня 50. Стакан воды отлил, у меня будет полстакана у тебя. Но огонь единственное творение в мире, которое дает удвоение. Даже если вы зажгете от него свечу, вы получите огна не половину меньше, а в два раза больше. Свет умножается, если от него взять часть. Нет лучшего признака возвышенности огня и его соответствия духовности. Это точная история хануки. Мы не наслаждаемся физически. От свечей нельзя хануки наслаждаться физически. Мы получаем духовное удовольствие, проявляем саму суть света как вечное выражение нашей духовности, приверженности хашманаим и всем этим праздникам другим. Мы делаем упор не на физическое наслаждение света свечи, не от вкусной трапезы. От того, что мы понимаем, этот свет в конце концов развеет всю тьму. И обязательно все это скоро закончится, вот эти все, не хочу их называть. И пусть свет хануки способствует нашему духовному возвышению и возвышению всего мира. Брахавы от слаха.